Сегодня мы приехали в садовый центр Европлант посмотреть как кипит работа на площадке. Постоянно приходит огромное количество новых интересных растений, модных, те которые покупают постоянно, самых разнообразных, и мы решили, что мы будем периодически снимать репортажи про эти растения. Здравствуйте! Мы сегодня опять решили привлечь нашего эксперта по уходу за растениями Евгению Магдыч для того, чтобы разобраться во всей той красоте, которая сейчас на площадке Европланта. И сегодня мы решили поговорить про яблони. Яблони в основном у нас здесь декоративные, очень красивые. Мы снимаем в мае, они еще цветут. Красные, белые, розовые. Ну, аромат стоит вообще просто сумасшедший. Жень, ну вот давай про пару, тройку яблонь, которые мы здесь видим, ты нам немножечко расскажешь. Ну, больше всего бросается в глаза. Вот эта вот яблонька, она достаточно высокая, она на прививке, она, я так понимаю, сделана пендулой. У нее крупные белые цветы. Это декоративная яблоня, да? Да, это декоративная яблоня. Ее называется Red Jade. Сразу возникает вопрос, почему Red? Цветы белоснежные. Она вас осенью порадует мелкими, но ярко окрашенными красными плодами. Поэтому отсюда и название сорта. Это действительно форма плакучая, пендула. Сделана прививка вот здесь вот, видите, на штамп. И, то есть, вот это дерево, оно уже не будет выше, чем вот эта высота. Ну, это примерно 2 метра, судя по всему. Ее нужно будет формировать как зонтик. Она будет хорошо цвести и хорошо себя чувствовать в саду. Этот зонтик постепенно будет расширяться с возрастом. Ну, вот мы про обрезку пендул уже рассказывали. Да, да, да. Если наши зрители захотят, они почитают, как ухаживают за этой яблонькой. Так, а вот эта вот с красными цветочками. Эта одна из красноцветных и краснолистных. Самое главное, яблонь. Это сорт называется Фрея. Эта яблоня будет довольно крупная. Высота у нее будет 4-5 метров. Весной яркие цветы вот такие вот. И осенью тоже довольно меленькие, ярко окрашенные яблоки. Они, скорее, такого будут насыщенно свекольного цвета. Это очень декоративное растение. Можно сажать в аллеях, можно сажать как солитерная посадка где-то вот в середине сада. Что в яблонях очень хорошо. Они очень устойчивые. Они зимостойкие. Они не требовательные к почвам. Единственное, чего они не любят, это, конечно, высоких грунтовых вод. Тогда яблони лучше всего сажать на возвышении. И они, в общем-то, довольно благодарные растения. Самое главное, не пытаться загнать их в глухую тень. Нужно сажать на солнце. Тогда будут и ярко окрашенные цветы, и ярко окрашенные листья в течение всего сезона. Потому что вот с пурпурными, с какими-то варигатными есть такая проблема, что если мы сажаем это растение в тень, они зеленеют, становятся зелеными. Ну, я смотрю, они тоже сделаны. Прививка на штамбе. Только это уже не пендуло. Да, да, да. А растущие вверх. Но чем хороша прививка, тем, что это не будет огромное дерево. А будет поддерживаться достаточно небольшой размер, если его, опять же-таки, правильно стричь. И не будет занимать много места. Что, опять же-таки, для маленьких участков очень хорошо. Ну, я смотрю, здесь и совсем маленькая яблоня. Ну, да, это совсем маленькая тоже декоративная яблонька, которая называется яблоня сажента. Это у нее... Вообще маленькая. Да, вообще маленькая. Вот здесь мы, кстати, видим прививку, насколько я понимаю. Привита она высоко на штамб. Она не будет выше трех метров. И, в общем, порадует владельцев маленьких садов. Плоды у нее будут также мелкие и довольно ярко окрашенные в последний период. Ну, вот она прям сакуру напоминает, потому что она очень обильно свечет. Ну, что-то есть, что-то есть. На самом деле, я считаю, что лучше сакур, лучше в саду сажать не сакуры, а именно яблони с вот такими вот ярко окрашенными цветами. Ни одна сакура вам в нашем регионе не даст такого обильного цветения, как цветение яблони. Поэтому, если хочется именно обильного цветения, такого, что не видно даже будет листьев, я все-таки рекомендую выбирать декоративные яблони, яблони ягодные, яблони с окрашенными красивыми цветами, а не сакуры. Это гораздо более неприхотливые растения. Просто они зацветут чуть позже. Они зацветут чуть позже, да. Ну, еще у нас в Европланте теперь продаются не только декоративные яблони, но и плодовые. Сейчас мы тоже пойдем немножечко посмотрим на них. Так, а вот эту яблони я знаю. Да, это Royal Beauty. Я два года назад в Европланте как раз такую приобрел. Она сейчас выше меня ростом и скоро будет свистеть. Мы ее вам тоже покажем из моего личного сада. Ну, и, конечно, Европлант невозможно представить без рябин. Лена Полякова их очень любит и к нам всегда приезжает большая коллекция удивительных, красивых рябин с розовыми плодами, с желтыми, с интересной формой листьев. Сейчас мы вот стоим между группой таких рябинок. Вот это вот у нас... Что за рябинка, Жень? Это рябинка, которая называется Pink Whale. Она примечательна тем, что у нее в осенний период будут бело-розовые плоды. Растения это среди рябин можно сказать, миниатюрная. То есть ее высота не превышает трех метров. А, например, моя самая любимая рябина, я тоже люблю рябины, Додонг. Это растение, высота которого 10 метров. Вот. Это будет небольшая рябина. Она будет... У нее небольшие листья будут и она будет декоративна и во время цветения. У нее, правда, обычное белое цветение, как у всех рябин. И в период плодоношения она тоже будет очень декоративна. Женя, а вот это вот с листиками ольхи, это же тоже рябинка? Да, это тоже рябина. Рябина ольхолистная, необычный для рябины лист. Нам очень непривычный. Мы привыкли, что лист вот такой вот у рябины непарно-перист сложный. Вот когда мы видим вот такой вот простой лист, мы очень часто думаем, что это какое-то другое растение. А то, что цветы рябиновые, запах характерный рябиновый, да ну это нам все показалось. Вот тоже очень хорошее растение, устойчивое для сада, неприхотливое. В общем-то, можно про все рябины сказать, что они устойчивые и неприхотливые. Ягодки у нее обычные, красненькие? Ягоды, да, у нее обычные, красные, очень нарядные, как и любые рябины. Отлично. А сейчас мы посмотрим еще одну очень интересную рябинку, которую вы на самом деле каждый раз видите, заходя на наш канал. Название нашей студии не случайно Sorbus Intermedia, потому что Intermedia это вид рябины промежуточной. И она имеет очень интересный листик, поэтому не всем сразу понятно, почему плоды рябины, а лист, похожий на боярышник. Сейчас мы тоже ее посмотрим. Вот и наша рябина Sorbus Intermedia. Она же промежуточная. Вот сейчас она еще не распустилась. У нас на заставке она с ягодками, а сейчас у нее еще пока бутончики. Тоже очень необыкновенная рябина, потому что листики вообще не похожи. Да, очень часто эту рябину путают с боярышником. Да, вот я когда впервые увидел, и подумал, Лена, говорю, а почему у нас на заставке рябина с листьями боярышника? Оказывается, это такой интересный, оригинальный сорт. Вид. 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 Это видовое растение. Спасибо. Хорошо, что у меня есть эксперты, которые могут меня поправить и не запутать наших зрителей. И последнее растение, о котором мы не могли не рассказать в этом ролике, оно тоже относится к кустам. Я сейчас ничего не вру. Деревья. Боярышник. Деревья. Это у нас все-таки дерево, да? Деревья, дерево, кустарник. Очень необыкновенный боярышник. Ну, когда я впервые увидел, я ни за что не подумал, что это боярышник, потому что он цветет большими, такими ярко-розовыми щитками, махровыми цветами. Совершенно необыкновенное растение. Растение очень красивое, очень эффектное. Боярышники, мы привыкли, что боярышники у нас с белыми цветами. Но есть сорта, у которых ярко окрашенный цветок. Здесь конкретно. Сорт Crimson Cloud. Самый популярный сорт, который можно встретить довольно много где, в том числе и в городском озеленении. Это Paul Scarlet. Растения это довольно крупные. Они могут быть и 4, и 5 метров высотой. Довольно плотная крона у них. И они довольно неприхотливые. Каждый год цветут. Весеннее цветение у них очень красивое. С красными розовыми цветами. И плодоношение в осенний период. Ярко окрашенные красные плоды, как, в общем-то, у большинства боярышников. Растения хорошие, неприхотливые, устойчивые. И, конечно, я тоже бы порекомендовала его для сада. Ну, она достаточно крупная, я смотрю. Да, эти растения довольно крупные. А как по поводу морозостойкости у них? Боярышники очень хорошая у них морозостойкость. В общем, они считаются одними из неприхотливых растений. То есть, даже несмотря на то, что он такой вот сортовой, красный, он, в принципе, достаточно устойчив. Он достаточно устойчив. И есть многолетние посадки в городском озеленении с использованием как раз сорта Полскарлетт. Женя, ты меня уговорила. Если бы ты была продавцом Европланта, я бы обязательно купил у тебя этот замечательный боярышник. Спасибо. Приходите в наш садовый центр за растениями. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин